В этом выпуске прогноз по основным валютным парам, драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. На торгах в пятницу быкам по евро удалось притормозить падение курса единой европейской валюты в районе ценового уровня 1.1180 и развернуть пару на коррекцию. Однако восстановление евро и даже попытки развить восходящую динамику проходили весьма умеренно и, едва достигнув уровня 1.1237, котировки валюты вновь были отброшены к уровню закрытия предыдущего дня 1.1202. Драйвером нового снижения пары стал сильный отчет по апрельским продажам жилья на вторичном рынке недвижимости в Соединенных Штатах. Отчет показал увеличение продаж на 1,7% до 5,5 млн домов в год. Полученные данные усилили вероятность повышения ставки ФРС уже в следующем месяце, что оказало некоторую поддержку доллару. Тем не менее, вернуть пару к нискодящей динамике не удалось и на американской сессии. Евро-доллар возобновил коррекцию, зафиксировав по итогам торгов незначительный рост до уровня 1.1217. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем завершение текущего коррекционного отката в ценовой зоне 1.1248-1.1275. Затем возобновление и снижение курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.1180 и 1.1150. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки. Зарабатывайте на новостях. На фоне отсутствия значимых экономических новостей фунт на торгах в пятницу снижался против доллара США, теряя часть предыдущих позиций. Помимо укрепления доллара после выхода на редкость истребинного протокола заседания ФРС, драйвером снижения британской валюты стали неожиданно сильные данные американской статистики по продажам жилья, продемонстрировавшие стабилизацию жилищного рынка в США после шестимесячного периода его повышенной волатильности. На этом фоне быки по фунту начали спешно фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку валюты. В результате восходящий импульс по данной паре был утрачен, и к концу дня фунт доллар зафиксировал на снижении дневной минимум на отметке 1,4484, вблизи которого пара и завершила недельную сессию. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционный откат пары в ценовую зону 1,4528-1,4562, затем развороты и дальнейшие снижения пары к целевым уровням поддержек 1,4472-1,4457-1,4410 и ниже. Стоимость золота на торгах в пятницу возобновила снижение на фоне укрепления курса доллара по всему спектру валютного рынка. Основными причинами роста американской валюты стали повышение вероятности пересмотра базовой процентной ставки на июньском заседании ФРС и очередной выход в США сильных экономических данных по объему продаж жилья на вторичном рынке недвижимости. В результате настрой рынка в отношении золота существенно изменился от того, что был еще неделю назад, когда слабый доллар и ожидание более медленного темпа повышения ставки обеспечивали поддержку драгоценным металлам. По итогам дня стоимость июньских фьючерсов в зоне на золото на нью-йоркской бирже Комикс понизилась на 4,70 доллара до уровня 1,251,99 доллара за тройскую унцию. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по уровню дневного разворота – 1,254 доллара за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1,257, 1,261 и 1,265 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1,251 доллар. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням 1,248, 1,242 и 1,238 долларов за тройскую унцию. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем первоначальный рост стоимости металла к уровню недельного разворота – 1,261 доллар за унцию и попытку быков преодолеть этот уровень. Если это удастся, ожидаем дальнейший рост до уровня 1,265 долларов. Далее ожидаем снижение стоимости золота к вышеназванным целевым уровням поддержки. Снижение котировок ожидаем также и в случае, если пробой уровня недельного разворота не состоится. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки. Зарабатывайте на новостях. Из-за постоянной смены в последние дни факторов влияния нефть все еще колеблется в нерешительности перед психологически важным уровнем сопротивления 50 долларов за баррель. Утром в пятницу цены росли на фоне новостей о беспорядках в Нингерии, банкротстве нефтяных компаний в США и кризисе в Венесуэле. В Нингерии вооруженные формирования заблокировали доступ к терминалу, через который экспортируется нефть. В США на фоне падения цены на нефть ниже уровня ее себестоимости и волны банкротств нефтяных компаний производство упало до уровня 8,8 млн баррелей в день. От максимального объема в 2015 году 9,6 млн. Добыча в Венесуэле также пошла на спад, поскольку государственная нефтяная компания столкнулась с нехваткой наличности в условиях глубокого политического и экономического кризиса. Лесные пожары в Канаде привели к временному прекращению добычи на части месторождений. В результате неожиданные сбои мировых поставок привели к сокращению общего производства примерно на 2,5 млн баррелей в сутки, что фактически устранило переизбыток нефти на рынке. На этом фоне ее стоимость на торгах в пятницу выросла до уровня 49,36 баррелей по марке Brent и до уровня 49,25 долларов по марке WTI. Однако далее цены перешли к снижению, поскольку стали поступать сообщения о возобновлении поставок. Возобновился экспорт из заблокированного Ливийского порта. Данные по числу активных буровых установок США показали, что после постоянного снижения на протяжении 8 недель количество активных буровых на нефть перестало сокращаться и осталось на уровне предыдущей недели. В результате опасения дефицита нефти существенно снизились, что привело к снижению спроса, фиксации прибыли и закрытию сделок на покупку нефтяных контрактов. Цены на этом фоне возобновили снижение. В итоге, к концу дня стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 82 цента до уровня 48,43 доллара за баррель. По нефти Brent было отмечено аналогичное снижение до уровня 48,77 доллара. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем попытку быков по нефти еще раз протестировать психологический уровень сопротивления 50 долларов за баррель. Далее ожидаем коррекционный откат котировок Brent и WTI от текущих ценовых уровней и снижение стоимости североатлантической нефти марки WTI ключевым уровнем поддержек 48,47 долларов за баррель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на ютубе. Подпишись и будь в курсе. С 9 утра в прямом эфире. Новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максимаркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Максимаркетс ТВ. Зарабатывай на новостях.